всем владельцам мини-тракторов привет друзья привет вот решил снять очередное видео по своему мини-трактору МТЗ-132Н так как трактор был куплен в основном мной для уборки снега все модернизации как бы идут по снегу в частности хотел показать автосцепку давно хотел сделать изготовить не было времени так как на задней навеске использую как лопату так и ковш ковшом очень хорошо убирать снег который упал с крыши то есть лопатой лопата его трудно взять а ковш как бы подрезает снег и в принципе пихает как лопата если ты не можешь пихнуть его можно отвести и вывалить вот и для того чтобы менять навесное оборудование было изготовлено автосцепка значит друзья всем 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 рекомендую у кого много прицепных орудий если иметь все размеры данной сцепки то есть готовить я считаю что можно сзади я конечно с ней намучился вот эта точка крепления между ней и вот это между этой точкой крепления . крепления гидроцилиндра и как видите нижними точками крепления у меня ровно 20 сантиметров но здесь может камера не передает но размер говорю точно 20 сантиметров мой ковш ковш следующем видео постараюсь показать сцепка работает он его как бы нижняя часть вообще представляет собой равносторонний треугольник 45 сантиметров 45 сантиметров и чтобы он высыпался и как бы в поднятом состоянии вот что этим под прямым углом то ну он грубо говоря почти горизонтально земле может чуть-чуть вверх вот выбрав это оптимальное расстояние вот это расстояние получается 20 сантиметров замучился переваришь вот эти вот вот эту вот конструкцию чтобы угадать и вот этот вот угол вот этот угол его тоже если сделать меньше то будет некуда врезать вот этот вот крюк крюк конечно некоторые без крюка там болт какой-то вставляет но с крюком ребят это вообще как бы техника на уровне фантастики я могу так сказать по сравнению с тем что я купил этот трактор и сейчас это конечно как говорится небо и земля потому что любое орудие подъехал навеску отпустил этим цилиндром она отклоняться в эту сторону зацепил орудие поднял все она на месте поехал работать то есть не надо вот раньше у меня была такая вот на первое время сделано то есть этот механизм наклона то есть крюк поднял кузовок упал вывалилась потом на навеску отпускать ну как бы механизм от хороший хороший интересен механизм на японских тракторах конечно предела совершенства нет ну как бы у меня на первое время было сделано вот так то есть вот этот штырь я достаю на нем крепились виллы на нем крепился ковш сюда вот я крепил мотоблок что очень удобно было но неудобно было доставать мотоблок из этой из этой как бы детали ограничитель вот там сделан чтобы мотоблок дальше не залез и крепился он пальцем пальцем с пальцем штука это отработала свой сезон но это не тот уровень возвращаемся к автосцепке то бишь размеры на основании я конечно еще с тяжелыми грунтами не работал но мне кажется этого достаточно для этого миника здесь используем труба трехмиллиметровая 50 миллиметров 50 на 50 в основании крепления нижних рычагов использована также труба 50 на 50 обнесенная 50-м уголком то есть здесь уголок и здесь уголок вставлены болты болты пока не закреплены как бы снега вольнуло надо было убирать да и как бы не покрашена но я не перфекционист пойдет и так главное чтобы механизм работал красоту наведем вот значит что между вот этими нижними рычагами расстояние 46 46 сантиметров ребят 46 сантиметров длина будем длину брать по внутреннему по внутреннему размеру длина вот этого получается со 30 35 то есть 35 здесь здесь также 35 35 если вы знаете этот размер 45 внутренние 35 не трудно это все положить на верстак обрезать под нужными углами и получить нужный треугольник следующая значит позиция из-за чего выбрана вот такая конструкция именно а именно точки крепления данной данного треугольника выбрана потому чтобы снизить нагрузку на заднюю на саму трех точку то есть можно было здесь вот сделать выноски здесь выноски но это было для него и как бы при подъеме там грузов свыше 100 килограмм управляемость трактора теряется нарушается что неудобно в стесненных условиях но и было решено сделать именно вот так чтобы она крепилась грубо говоря по заводскому то есть без всяких вынос выносов то есть вот в этой плоскости гидроцилиндр гидроцилиндр друзья взят вот такой 40 25 160 вылет у него 160 длина по осям 350 плюс 160 миллиметров вылет здесь конечно имеется подтеки масла тут немножко не рассчитал и вот этим местом по старой навески тут когда все дело запускал произошел удар но немножко потекает но не критично что я не критично вот значит здесь вот использован уголок 75 75 вот смотрите вот приварено 80 80 миллиметров здесь подложено чтобы вот этот палец родной палец он доставался а здесь все 75 уголок приваренный 75 расстояние 30 как сейчас помню 32 миллиметра тоже пришлось переваривать 32 миллиметра отверстие на 20 сверху использовался уголок по моему 63 нету 75 также 75 уголок 75 уголок так извиняюсь что без штангеля вот здесь вот на крюке металл металл 9 миллиметров металл 9 миллиметров крюк крюк будете делать крюк должен вот такой быть загнутый если его сделать прямым он будет выскакивать мне пришлось вот это место направлять точить сейчас работает идеально значит крюк сначала просверлено отверстие на 16 в нем потом снято сверлом на 20 фаска вставлен пруток на 16 обварено обработано потом соответственно вставлено вот в эти уголки в эти уголки все прихвачено было несколько раз переваривалась обваривалась очень конечно много времени с ним потратил размеров найти не мог нашла друзья всем размеры сказал считаю как бы размеры вот эти оптимальными кто значит имеют лучше размеры слава богу рад за вас но выкладывайте все чтоб люди могли пользоваться они заниматься вот этим значит сверху нужно обязательно изготовить конус чтобы навеска лучше зацеплялась я здесь как бы обрезал вот эту часть вставил туда трубу двадцать пятую варил срезал конус здесь вставил шинки обвалилась шлифовал вот имеем то что не очень неплохо но если когда она вот такая прямая то она очень плохо зацепляется и тяжело заходит в орудие то есть неудобно крючок крючок у меня от гидроусилителя это херня но можно и шинку сделать здесь приварен болтик пружинка в принципе эту штуку можно изготовить любыми любыми вещами какие есть под рукой даже здесь она у меня по-моему на прихватке на 1 то есть но тут нагрузки нет никакой вот цилиндр значит стоит у меня в верхней точке крепления в нижней делать не стал не стал также быть прошу обратить внимание что мои рычаги вот эти вот заводские на нижние рычаги верни вот эти подвесы они удлинены кому интересно есть видео по модернизации мне на канале по модернизации задней навески на ось если память не изменяет да на 80 миллиметров они удлинены то есть может быть ребят если вы будете делать такую же авто сцепку то возможно какие-то нюансы будут не могу сказать я удлинял потому что вот они 880 миллиметров я удлинял по той причине что стоят колеса oska 7 на 12 трактор подрос навеска конечно отпускается но вот эти вот диапазон регулировок не показалось маловат маловат было принято решение как бы их нарастить а так конечно этот устройство очень 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 так что всем рекомендую какие вопросы пишите в комментариях но мне кажется размеры все обозначил ребят кому требуется требуется менять орудия задние навесные штука незаменимая планирую также планирую также на все навесные орудия изготовить вот эти приспособления планирую изготовить вот такие приспособления то есть вот взял швеллер кстати сейчас скажу размеры это даже не швеллер хотя швеллер прокатной внутренний размер быть бы точным так пятьдесят семь с половиной пятьдесят семь с половиной но здесь смотрите вот здесь вот я использовал рифленый металл четверку вот здесь вот четверку пятерку и с внутренней стороны швеллера его подкладывал вот и то есть он а с этой стороны от стороны трактора она с наружной части приварена и вот эта вот пластина она является ограничителем для крючка вот таким макаром подогнана ну размеры я снимать ребят не буду смысла нет потому что она одевается вот на этот на эту рамку сейчас это постараюсь продемонстрировать одевается на рамку вот таким образом вот она оделась на рамку и уже вот она зацеплена держится никуда не денется крючок не дает а чтобы снять отпускаем крючок и снимаем снимаем ребят сидя на тракторе никуда не выходя в удобной позе короче ребят вот сделал ее буквально вчера я попользовался один раз доволен как слон так что всем рекомендую берите размеры сварки шлифмашинки материала тут много не надо и держайте делайте радуйтесь и будет у вас миники 152 там много обзоров конечно негативных про эти трактора но будут хорошие у вас отзывы а так конечно да купить данный трактор на заводе с его навесным болты в эту заднюю навеску вот в эту оригинальную вернее не вот в эту а в орудие вкручивается плохо резьба там дерьмовая как бы есть там проблемы не знаю почему на заводе не могут так сделать чтобы люди заказывали допустим вот автосцепку и к нему вот эту саму верхнюю часть которая деваться на автосцепку почему нельзя наладить производство ну видимо у них какие то есть резкие причины на это так что вот людям приходится делать самим так что всем удачи добра терпения здоровья родным близким всем спасибо пока 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 не забывай не забывай Продолжение следует...